Доброе утро! Меня зовут Татьяна Цветкова. Раневску как-то спросили, почему женщины так много времени и средств уделяют своему внешнему виду, а не развитию интеллекта. Потому что слепых мужчин гораздо меньше, чем умных, ответила Фаина Георгиевна. Сегодня мы немного поработаем над нашим словарным запасом, чтобы не путаться в значениях и орфографии умных иностранных слов. Опыты, которые проводят физики-ядерщики в научном центре недалеко от Женевы, привлекли к себе внимание обывателей. Мало кто может объяснить, что же там происходит, но количество шуток, анекдотов, а также пессимистических прогнозов на эту тему зашкаливает. О героях вовсе не андромный коллайдер, как думает большинство, а адромный коллайдер от слова адрон. Так называются те самые элементарные частицы, которые ученые ускоряют. И коллайдер с двойной L от английского collide, сталкиваться, это та штука, в которой все это происходит. Адромный коллайдер. Запомнили. Дальше. Следующее наше слово латинского происхождения, как только не коверкают, перетурбация, перетрубация, а речь идет о пертурбации, в дословном переводе расстройство, смятение. В астрономии этот термин означает изменение пути небесного тела под воздействием силы притяжения других тел. А в переносном смысле это внезапное резкое нарушение нормального хода чего-либо, вызывающее замешательство и смятение. Наверное, не стоит употреблять это слово рядом с коллайдером. Еще одно латинское слово квинтэссенция. Пятая сущность. Пишется в одно слово, буква С удвоенная. Термин многозначный. В средневековой философии и алхимии пятый элемент. Самая тонкая стихия, пронизывающая весь мир. Душа, мира, творческая сила, которой Бог наделил материальный мир. В переносном значении квинтэссенция самая главная, важная, наиболее существенная. Резюмируем. Глазами не увидишь. На сегодня у меня все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok